Всем привет, друзья! Вы на канале Skytop Games, и перед началом данного ролика хотелось бы выразить огромную благодарность всем нашим спонсорам на канале за финансовую поддержку. Спасибо, друзья! Итак, The Isle. История от древнейших времен до наших дней. Возьми горячий чай, возьми печенюшки и присаживайся поудобнее. Вас ждет хороший информативный и достаточно интересный ролик. После релиза в конце 2015 года игра пережила множество изменений. Различные переделки призывали армии демонических багов и крашей серверов, но в конце концов меняли геймплей и привели нас к тому, что мы имеем сейчас. Человек, играющий в игру сегодня впервые, был бы шокирован, если бы имел возможность сыграть в первую версию и наоборот. Хотите посмотреть, как менялась игра? Поехали! Ну а перед началом данного ролика хочется выразить огромную благодарность сообществу, группе ВКонтакте, The Isle и игры с динозаврами, за множество предоставленной информации статьям. Кстати говоря, ссылочки будут в описании на эту группу, обязательно вступай в нее. Там выходит очень много новостей касаемо игр про динозавров The Isle, Bees, Bermuda, Path of Titans и другие. Множество интересных концептов, роликов и куча другого ждет уже вас там. Итак, как-то один человек из маленького городка на востоке США по имени Дон Витич, всем знаменитый Донде, решил сделать свою игру мечты про выживание в парке юрского периода. Очевидно, заразившись этой идеей на работе в Primal Carnage и Primal Carnage Extinction. Спустя полтора года неспешного пиления демо-версии с такими клевыми ребятами, как Родриго Вега, концепт-артер The Stamping Land, Брайан Филлипс, аниматор Сауриан. Филлипп, Владарчик, дизайнер уровней Primal Carnage и создатель модов для Alien vs Predator. Вторая часть, Ли Фиск, дизайнер The Stamping Land, Мэтт Кэсселс, создатель мода Breaking Point для Arma 3. Было решено явить народу то, что получилось, и собрать немного деньжат. Недолго думая, эти банда разработчиков выкатили краудфандинговую кампанию на Kickstarter, которая позорно провалилась, возможно, из-за уныло преподнесенной идеи. Но, скорее всего, из-за ассоциаций на то время The Stamping Land. Мир его праху. Кстати, про Stamping Land. Очень информационное видео есть на канале, ссылка будет в описании. Там ты узнаешь о том, что The Isle, в принципе, мог бы не существовать. Давайте вкратце скажу. Разработчик The Stamping Land благополучно смылся со всеми деньгами, заработанной на игре. Игра встала. Донди также благополучно вовремя подсуетился и выкупил множество моделей динозавров и прочего у команды Stamping Land. Лор The Isle, кстати, тесно связан со вселенной Primal Carnage. Впрочем, учитывая состав команды, это неудивительно. Давайте посмотрим на играбельных динозавров из демо-версии. На то время это был Пуэртозавр, Галлимимус, Австрораптор и Тираннозавр. Идея игры The Isle, кстати, была такая. Игроки бегают по острову, по секретным бункерам, заброшенным военным базам и другим зданиям. Руины нужно восстанавливать и защищать. Собирая для этого различные ништяки, в том числе и данные из терминалов, чтобы создавать динозавров-мутантов. Динозавры и каннибалы грифят постройки военных, поэтому, если нет желания чинить очередную прогрызенную дырку в заборе, приходится их отстреливать. Только посмотрите на этот геймплей на Kickstarter июнь 2015 года. Игры еще даже нет в Steam. Рождение. 2 декабря 2015 года. The Isle вышел в раннем доступе в Steam. Как мы видим, на то время не было еще никаких известных нам серверов, можно сказать пустота. На релизе игры было доступно 6 динозавров. Корнотавр, Галлимим, Пуэртозавр, Австрораптор, Шантунгозавр и Тираннозавр-Рекс. Почти все модели динозавров были сделаны для скандально загнувшегося The Stamping Land. И в те давние времена выглядели достаточно качественно. А их анимации не вызывали отвращения. Забавно, но в деле моделей и анимаций The Isle задал планку качества для всех последующих игр с элементами симулятора динозавра. Кстати, игроков The Isle по всему миру в это время было 215 человек. К сожалению, самый первый трейлер игры в Steam мне нигде не удалось найти. Но на фоне я для вас оставлю вот такой вот трейлер. Финальный трейлер, который уже есть в Steam. На то время в симуляторе «Куси и ходьбы», как его называли, не было роста, кровотечения и переломов. Игроки могли безнаказанно падать с любой высоты, а при каждом входе нужно было выбирать нового динозавра, поскольку персонажи не сохранялись на сервере. Игра представляла собой песочницу на маленькой карте Месса, очень сомнительного графона. Зато там было два озера, между которыми блуждали огромные стада. В это странное время средний онлайн игры составлял около 100 человек, и люди играли в основном мирно. И странно, вообще странная вышла игра, роллплей, вот это все, ну, вы короче понимаете. 30 января 2016 года. Терезинозавр как вождь Кос-революция. Кос. Kill on side. Увидел-убил. Не был распространен до тех пор, пока не появился Терезинозавр. Обычно называемый Терри, Терезина, Индейка, Птица и прочими унизительными кличками, никто не мог ожидать, что этот очаровашка с пушистым хвостом и безобидным выражением морды начнет Кос-революцию в игре. Хотя, наверное, и стоило догадаться, по его трехметровым когтям, что эта Индейка была совсем не дружелюбной. Главный Косер. Раньше Терри был быстрее и сильнее, он был почти таким же быстрым, как Корнотавр. Поэтому мог набежать и зарезать кого угодно. Орды этих существ усеяли ландшафт, уничтожая всех, кого могли найти. В дальнейшем патчи положили конец этому террору. Но хулиганская идея Косить уже укоренилась в умах игроков. Февраль-март 2016 года. Межвид и новые травоядные. Затем в игру добавили сразу двух новых небольших травоядных. Диаблоцератопса и Дриозавра. При этом маленький и симпатичный Дриозавр не обладал никакими атаками. В то время он стал основным персонажем, кто предпочитал в качестве стиля игры дружелюбный и пассивный межвид. Желание комьюнити играть в дочки матери до появления Дриозавра не было столь сильным, но милый и не имеющий возможности дать сдачи Дрио приглянулся игрокам-тираннозаврам, которые приняли его в качестве домашнего животного. Это вызвало гнев фракций корнотавров, для которых Дрио был основной пищей. Когда-то Карна сотрудничали с тираннозаврами в огромных стаях, но теперь они вступили в войну. Небольшие пушистые австрорапторы тоже часто искали защиту у Терексов, в итоге объединяясь с ними против стай Карна. В этот период в игру также была добавлена возможность идти рысью, которая позволяла динозаврам восстанавливать выносливость, продолжая двигаться в разумном темпе. Изменилась и география острова. Месса теперь конкурировала с новой картой Регион 1, которая была больше, имела больше водоемов и широкие тропы из светлых текстур. Карта Регион 1. Трицератопс. Трицератопса очень ждали в игре. Огромные стадо этих существ мигрировали по Регион 1, смешно ковыляя и принимая дьявола в свои ряды, которые чувствовали себя как дома и были в надежных рогах, то есть руках. Не было никакой проблемы отбиться от хищников в таком стаде. Апрель 2016 года. Стигозавр. Регион 2 и другие нововведения. Стигозавр стал еще одним крупным наравне с Шантой и Трайком травоядным в игре. В те времена мощь его хвоста перевешивала его квадратные бока и скачущие анимации. Также к этому времени были добавлены Майазавр, Галимимус, Алазавр, Анкилазавр, Зухамим. Кстати, о них чуть позже. С введением новой карты Регион 2, которая была того же размера, что и Регион 1, карта Месса перестала существовать. В первой версии карты Регион 2 были Береза и Широкие Равнины, а также самое известное озеро всех времен Спаум Лейк, которое было местом сбора и полем боя для хищников. В то время сервера часто крашились из-за огромного числа трупов у Спаум Лейка. Еще одним важным нововведением стала система сохранения персонажа на сервере. Хотя она и приводила к еще более частым крашам серверов. Как вы уже поняли, веселое было время, сплошные краши-дебаги. Пик игроков в это время составил 556 человек. Апокалипсис. Тираннозавр, Карна и Австра до сих пор были единственными хищниками в игре. Но они хорошо уравновешивали друг друга. Расклад из трех хищей и восьми травоядных изменился, когда был добавлен Аллозавр. Аллозавр был чудовищем, он был быстрее, чем Корнотавр, который и так был быстрым с самого начала. Эти животные собирались в агрессивные мегапаки и даже могучие пуэ-эртозавры не могли чувствовать себя в безопасности. Так как Алла постепенно убивали их, кусая за ноги. А на смену убитым из-за холмов спускались новые полчища. В этот период Корнотавры пострадали больше всего. Так как они находились в прямой конкуренции с Аллозаврами за нишу среднего хищника. И эту конкуренцию они проиграли. В итоге оставшиеся в живых Корнотавры сформировали то, что в то время называлось Предаториум. Как вы уже поняли, в то время Аллозавр создал серьезный дисбаланс. Кроме того, в отличие от Корнотавров, Аллозавры известны своими союзами с Рексами и Австриками. Так появились первые гигантские смешанные мегапаки Рексов, Алла и Австра, которые убивали все на своем пути. Террору не было конца. Но в дальнейшем патчи уменьшили Аллозаврам скорость и вроде бы Апокалипсис закончился. Майозавр и Новый Регион 2. Когда появился Майозавр, остров все еще находился под гнетом Апокалипсиса. Поэтому большие стада этих динозавров никогда не формировались, как это было при добавлении других травоядных. В этот же период, когда-то пышный и зеленый Регион 2 стал темно-коричневым, его флора с берез и равнин изменилась на еловые деревья и кустарники. Из-за этого стало труднее ориентироваться на карте и почти все путешествия заканчивались одним известным местом – Спаун-Лейк, где постоянно что-то происходило – от массовых убийств до межвидового чила. Регион 2. Зухамим и Анкилозавр Зухамим был первым официальным рыболовом, хотя рыбы еще не было. Огромные стаи Зухамимов собирались на Спаун-Лейке и заключали союз с Рексами. Хотя Зуха был вторым по величине и силе хищником в игре, Зуха Апокалипсиса не случилось. Скорее всего, по причине его небольшой скорости. Анкилозавр также был медлительным, но и это животное нашло своих игроков. Май-август 2016 года. Введение в игру Переломов Примерно в это время появилась механика Переломов, что вызывало огромное недовольствие игроков. Теперь, упав с высоты, вы могли лишиться части здоровья или даже умереть. Верная смерть вас ждала со сломанной ногой, если рядом был хищник. Поскольку старые карты были полны скал и камней, то сломать ногу было очень легко. Эти проблемы были исправлены на более поздних картах с более ровным ландшафтом, что снизило вероятность перелома ног. Пахицефалозавр, герерозавр, механика следов и кровотечения, а также очередное изменение региона 2. Были добавлены два новых динозавра – пахицефалозавр и герерозавр, которые имели примерно одинаковую популярность. Пахи предназначался стать целью для охоты, так как из небольшой добычи в то время были только быстрые галемимы и редкие, охраняемые рексами дриозавры. Герерозавр был маленьким и ловким хищником с клевыми скинами, которые помогали ему маскироваться на регионе 2, которые поменяли уже в третий раз и теперь из гнилостого темного цвета земля снова стала зеленой. Про The Isle в то время говорили так – опять карты. Однако, наиболее важными изменениями были механики кровотечения и следов. Следы появлялись при движении динозавров, постепенно исчезая через 45 секунд, и они были почти уникальны для каждого вида. Так что игроки могли сообразить, кто тут проходил и когда. Также, большинство хищников теперь могли вызывать кровотечение при укусе, которое долго не останавливалось, так что жертву можно было вымотать в бою или найти по следам крови, если она решит бежать. Скины В начале жизненного пути игры The Isle с разработчиками сотрудничала художница Левия Дракония, которая занималась в разработке рисованием скинов, рекламными постерами и ее различными концептами. Изначально Левия Дракония была одним из ключевых дизайнеров скинов в команде, и многие скины, используемые в то время, были сделаны именно ей. Вы можете увидеть ее стиль. В первом полугодии 2016-го Левия ушла с проекта, предположительно после конфликта с директором Донди, а вместе с ней ушел и весь контент, который она создала для игры. Было ли это взаимное решение, отозвала ли она креативную лицензию или сам Донди отказался от ее скинов, неизвестно. Вскоре после скандального ухода Левия из команды, новые дизайнеры, Фред, Зомби Саурион и Джигет взялись за дело. В дальнейшем появилось много интересных и уникальных скинов, которые можно было выбрать при заходе на сервер, в том числе скин для спинозавра Рекс Киллер, отсылающий нас к третьей части парка юрского периода. Скины в то время сразу были готовы, их нельзя было настраивать, поскольку их добавляли много, то про The Isle начали говорить в то время так «Опять скины». Сентябрь 2016 года. Период затишья. Около трех месяцев не было обновления игры, что позволило комьюнити оценить все изменения и адаптироваться к текущему окружению. Игроки в The Isle обычно объединяются в группы по двум причинам. Они играют за один и тот же вид или имеют общий стиль игры, межвид или кос. В то время большинство игроков нашло своих любимых персонажей и играло в основном имя, следуя определенному стилю игры. В средней онлайн игры было уже около 600 человек, что позволило преуспеть таким серверам, как Predatorium, Isla Sorna, Isla Nublar, Jottenheimer, Jurassic Ger и Winter и многим другим. Это был расцвет эпохи Песочницы, полный багов, вылетов из игры, но все же расцвет. Неинтересный может факт, в это время был открыт первый русский сервер Dinoworld. Кецалькуатль. В игре долго не было обновлений, а краши серверов случались довольно часто. Даже чаще, чем в прошлом. В этот период разработчиками было создано несколько экспериментальных серверов, на которых можно было играть за Кецалькуатля. Из минусов стоит отметить, что эти сервера крашились практически постоянно. Забегая вперед скажу, что Кецалькуатль в дальнейшем так никогда и не был официально выпущен как играбельное существо. В то время краши серверов вызывали и Герреры, поэтому они были отключены в списке выбора динозавров. В итоге Герреры вымерли на острове. Также появилась новая карта Местиоли. В центре карты было четыре озера. Несмотря на свое уютное закатное освещение, она не была столь популярной. Война королей. В этот так называемый период произошел государственный переворот. Теперь в списке выбора динозавров можно было выбрать нового тираннозавра, одной из трех стадий роста. Каждая из которых имела собственную экологическую нишу. Рексы в своих нишах оставаться не захотели и начали геноцид всех, кто на них не похож. В этот период большинство нерексов, даже рексы ТСЛ, они по-прежнему были доступны для выбора. Не могли похвастаться долгой жизнью, так как часто становились жертвой новых королей. Вскоре игроки за нерексов собрали силы и начали контратаку. Карна, Алазавры, Зухи и ТСЛ-рексы формировали альянсы и сражались с новыми рексами до тех пор, пока патчи не ограничили их власть, положив конец террору. 2017-2018 год. Как система прогрессии перевернула все с ног на голову. Появился новый игровой режим прогрессия, которая в то время сильно отличалась от поздних версий. В режиме прогрессии вы за одну минуту получаете один поинт, и если остаетесь живых достаточно долго, то покупаете за поинты динозавров в строго определенном порядке. В случае смерти вы теряете все поинты и начинаете сначала. Первоначально травоядные, как и хищники, набирали прогресс-пойнты за время, проведенное в живых. В те времена дерево прогрессии было очень неполным и имело дисбаланс, так как динозавры первого уровня могли легко убить кого угодно, просто закусав их. Геррера и Австро формировали мегапаки, чтобы изматывать кровотечением более крупных существ. Такая несбалансированная игра вызывала много душевной боли, и игроки предпочитали играть в песочнице. А затем песочницу удалили из игры, и теперь приходилось тратить почти 5 часов на возможность выбрать тираннозавра. Но все равно остаться уязвимыми перед стартовыми персонажами. Как видите, сопротивление новому режиму закончилось полным поражением игроков, которые теперь были вынуждены играть в прогрессию. Пик игроков на то время составлял 1000 человек. Ютораптор, Акроконтозавр и Барионикс. Чтобы заполнить свободные места в дереве развития хищников, были добавлены Ютораптор, Акроконтозавр и Барионикс. Ютораптор восполнил пробел Дакарна. Ветка скорости. Акро можно было стать после Алла, ветка кровопускателей, а Барри стоял между Австро и Зуха, ветка рыболовов. Один из отсловов о системе прогрессии в то время. Казалось, что переводить все сервера на прогрессию наихудшая идея. Творится на этом этапе полный ад. Но апнув до Ютораптора, я понял, что все не совсем так. Травоядных на карте очень много и они ведут себя как подобает, их место в пищевой цепи. Они сбиваются в стада, они реально мигрируют и боятся за свою жизнь, защищают друг друга и добавляют интереса то, что все динозавры в игре реальные люди. Стоило мне понажимать единичку раз пять, как у меня появилась вполне себе слаженная команда. Ко мне пришла парочка Юторапторов, один Австрораптор и как мальки сбежались гирирозавры. И несмотря на то, что в чате мы не сказали друг другу ни слова, мы смогли отрезать пару дриозавров от стада и загнать их практически без потерь. На топовых серверах именно по ролплей механике, где люди ведут себя как надо, а не как конченые ретарды. Я считаю, все что нужно сделать, это пережить первые этапы. Сложно да, скучно да, но какой же кайф потом рассекать на Юторапторе или Тираннозавре. The Isle V3 До релиза новой карты V3 разработчики долго дразнили сообщество стримами и скриншотами. Но при добавлении V3 разработчики удалили старые карты Месса, Регион 1, Регион 2, Ультиметли и Мисте Уолля. Чем вызвали большое возмущение игроков, которые сперва лишились режима песочницы, а затем и старых карт. В итоге тот самый The Isle был потерян навсегда. При этом у новой карты были некоторые серьезные проблемы, которые делали ее практически неиграбельной. Основная проблема заключалась в спавне в пустоте. Когда игрок прогрессировал, то у него была высокая вероятность появиться под картой или падать, пока он не умрет. Это было очень неприятно для системы прогрессии, и исправление проблемы заняло месяцы. Игроки впервые получили такую огромную карту 16 на 16 километров, что вызывало большие сложности при объединении в патте, если вы играли с друзьями, однако V3 по сравнению со старыми картами была намного менее тормозной и более красивой. Хотя некоторые из ее наиболее характерных особенностей, такие как озера, редвуд и болото, еще не были реализованы. Исследовать карту было интересно, а падать под карту еще интересней. Также в игре впервые появилась смена времени суток, а вместе с этим и ночное зрение, и более атмосферный геймплей. Импостер Дрио Из-за того, что стартовые хищники Герреры и Австро могли бесконечно терроризировать более крупных животных, Дрио был добавлен в ветку хищников, как стартовое существо. Хотя в теории это звучало хорошо, ведь стартовых Дрио обоих типов поедали все хищники. В реальности это имело некоторые недостатки. Так хищные и травоядные Дриозавры могли вступать в группы, что могло быть использовано хищным Дриозавром, когда он через 15 минут прогрессировал в Герреру или Австро. Платоядных и травоядных Дриозавров нельзя было отличить друг от друга. В итоге травоядные животные на всякий случай избегали Дриозавров и даже убивали их. Обычно при вступлении Дриозавров в группу травоядных с него требовали прилюдно съесть папоротник, чтобы удостовериться в его травоядности. Однако у всего этого были положительные последствия. Когда Дрио добавляли как стартового хищника, ему была дана атака. В дальнейшем она так и осталась у Дрио, пусть хоть и слабая. Вот примерно так выглядел предатель. Вымирание и возвращение пуэртозавра. Пуэрто был временно удаленный из-за опасений, что он не впишется в прогрессирование. Пуэртозавры вымерли в игре на целый месяц, а потом вернулись обратно, но очень багнутыми. Во-первых, их нельзя было убить, а сам пуэрто не мог бить хвостом. Во-вторых, их труп застывал в воздухе и становился несъедобным. В средний пик игроков на январь 2018 года пришелся 1100 игроков. Гиперрекс. В те времена разработчики проводили тесты с одним из своих штаммов мутации – гиперэндокринным рексом. Гипера можно было выбрать, потратив 16 часов реального времени. Они умирали через 30 минут без еды. При выходе или вылете сервера не сохранялись. Зато имели огромную скорость, 1000 стамины и 25000 очков здоровья. Гиперрексу нельзя было сломать ногу, вымотать его кровотечением. Но он не мог бесшумно краситься, и звук его шагов был слышен на расстоянии километра на карте. Только Карна и Галли были достаточно быстрые, чтобы вырваться из их пасти. А Пуэрто Завор оставался в безопасности из-за своих багов. Другим динозаврам приходилось убираться с пути гиперрекса, пока он их не заметил. Потому что после того, как он заметит, он будет бежать по прямой, пока не догонит свою жертву. Если раньше геймплей крутился вокруг противостояния хищников и травоядных, то теперь появился гиперрекс, способный догнать и убить всех, иначе он сам умрет. Пситакозавр и прогресс-поинт растения. Затем в игру были добавлены пситакозавры, самые маленькие травоядные на сегодняшний день. Это был первый новый трав с момента добавления пахи. Появление нового динозавра в начале дерева развития травоядных также изменило систему их прогрессии. Вместо того, чтобы получать прогресс-поинты за минуты, они стали получать их за каждый съеденный синий папоротник, что позволяло стать апексом гораздо быстрее. Благодаря изменению прогрессии, значительным бафам и возможностям наносить кровотечение, они стали очень опасными противниками для хищников, которым по-прежнему приходилось тратить часы на то, чтобы стать апексом. Кроме того, некоторые динозавры неприятно бегали, например, в шанте можно было легко застрять и погибнуть от его ударов. Это называлось Black Hole Bug. Это было золотое время для травоядных всех видов. Система весовых категорий До введения системы весовых категорий практически любое существо, независимо от его размера, могло убить любое другое существо. Но теперь динозавры имели параметры веса, и чем больше разница в весе, тем значительней отличался урон. Таким образом, тираннозавр убивал одним укусом дриозавра, а маленький Австро не мог поцарапать зауропода. Впрочем, подлое убийство первым тиром апексов не прекратилось до тех пор, пока в игру не был добавлен альт-поворот. Введение в весовых категории значительно улучшило баланс в игре. Велоцираптор, спинозавр и гиганотозавр. Дерево прогрессии по-прежнему имело пробелы, поэтому были добавлены три новых хищника. При этом, велоцираптор заменил плодоядного дрио в качестве стартового существа. Спинозавр и гиганотозавр стали, соответственно, апексами ветки рыболовов и кровопускателей, так что у тираннозавров появились серьезные конкуренты. Рост, гнездование и V4. С добавлением в игру механики роста, динозавры появлялись и росли от размера 0.2 до 1.0. Модель персонажа при этом масштабировалась без изменений, и только достигнув роста 1.0, можно было перейти к следующему динозавру в прогрессии. Затем в игру было добавлено гнездование, и динозавры получили механику постройки гнезд и инкубаций яиц. Гнездование сильно упростило возможность становиться высшим хищником, так как теперь не нужно было проходить все дерево прогрессии со всеми стадиями роста. Также в этот период вышла новая карта V4. Она была еще больше, чем V3. В ней было много разных биомов, и она улучшалась с каждым днем. На этот период пришелся расцвет серверов реализма, которые стали очень популярны, а их правила очень дикими. Кроме того, в этот период в игру была добавлена механика засады, позволяющая получать хищникам кратковременный баф скорости. Возвращение песочницы. В игру наконец вернулся режим песочницы, который так долго требовали игроки. Но песочница больше никогда не стала прежней. Люди, привыкшие тратить десятки часов на режим прогрессии, теперь могли легко получить любого динозавра, что снесло им крышу. В итоге в песочнице заполнилось мегапаками, которые косили всех, всюду лежали тела. Гиперрекс и ТСЛрекс были добавлены в песочницу, но они были суперслабыми. Затем Гиперрекс получил серьезный баф, и все, что было недостаточно маленьким, чтобы не быть замеченным или недостаточно быстрым, чтобы попытаться скрыться, погибало на месте. Огромные мегапаки мутантов бродили по ландшафту. Тем временем многие ошибки Пуэрто были исправлены, что позволяло снова убивать его и есть. Между Пуэрто и Гиппо Мегапаками ввелись большие войны, которые обычно кончались тем, что Пуэрто уступал численности Гиппо Мегапакам. В этот период Алазавр стал глючным, он сжимался в шар и катался так по карте после смерти, что съесть его тело просто было нельзя. Авацератопс, Камарозавр и Ородромей. Через несколько месяцев после добавления последнего травоядного животного, Пситакозавра, добавлены три новых травоядных. Авацератопс, Камарозавр и Ородромеус. В то же время появилась новая захватывающая функция – моддинг. Эпоха модов. Первыми модами для тестирования стали Возвращенные из Царства Мертвых, Регион 1, Регион 2, Месса и Туманная Долина, которые оставались в сердцах ностальгирующих игроков. Но вскоре игроки променяли эти старые карты на новые сочные моды. Первыми авторскими модами стали карты Аджиги. Маленькая 4х4 километра зеленая карта Stoneclaw High Clans и жаркая пустыня 8х8 The Grim Expanse. Затем появилась карта от Диджея под названием Terra Vita, которая в то время стала очень популярной. С помощью модов игроки могли делать все что угодно, от изменения характеристик динозавров до добавления новых. The Isle перестал быть хардкорным. Обычно модовые карты были небольшие, а поинты для прогрессии невысокие. Были проекты со своими собственными фирменными мод-картами, например, сервера Pangea с картой Pangea Ultima. Были моды со своими скинами, звуками из Парка Юрского периода и т.п. Затем Джиги начала работу над переделкой легендарной карты Region 2. Каждую неделю появлялись десятки новых модов, хотя не обходилось без проблем. Например, Ти Джей, автор карты Terra Vita, релизнул долгожданную мод-карту Akin Island, но из-за проблем с запуском она была удалена из мастерской. Кстати, в этот период был добавлен в игру Наскок для Юты, но он знатно багал. Обратите внимание, Новый Регион 2 на то время от Джиги после многочисленных переделок, вызванных техническими проблемами и помощью Донде, в итоге карта стала одной из официальных, а не модом. Система запаха и новые модели травоядных. Наконец, в игру была добавлена механика нюха. При нажатии на клавишу следы динозавров подсвечивались клубящимися желтым туманом. В дальнейшем визуальное отображение запаха не раз меняли, и он стал подсвечивать трупы, воду и съедобные растения. В тот же период Трайк, Дриозавр, Майозавр, Стега и Диаблоцератопс получили новые модели и скины. Новый Аллозавр и гендерная система. Как мы уже говорили, в тот период Аллозавр был одним из самых багнутых динозавров в игре. После смерти он часто превращался в летающий несъедобный шар, который прыгал по карте, чем пугал неготовых к такому зрелищу игроков. Было решено, что Аллозавр получит новую модель. Это вызвало большие споры в сообществе, так как старая модель Аллозавра была очень популярна, а показанная новая была слишком драконоподобной, с гигантскими рогами-антеннами. Однако, после того, как надбровные рога были уменьшены, новый Аллозавр был выпущен. Тогда же разработчики добавили в игру разделение динозавров по гендеру. Отныне у динозавров разных полов отличались скины. Дила, Церата и Альберта. Затем в игру были добавлены два новых хищника. Дилафазавр, Цератозавр. Это были последние динозавры, добавленные в режим прогрессии. Позже был добавлен Альбертозавр, но только в песочницу. Схема прогрессии травоядных и хищников стала выглядеть примерно так. Также была изменена карта V3, которая стала выглядеть красиво и фотореалистично. Но в этот период разработчики, возможно вдохновленные игровым процессом недавнего, вышедшего в Steam Saurion, решили отказаться от режима прогрессии и сделать выживание в качестве основного режима игры. Режим выживания, Survival. Когда разработчики выпустили новый режим выживания, в котором были только Рекс и Карна, противостояние между этими старыми врагами обрело новые масштабы. Рекс был очевидно сильнее, но медленнее. Поэтому Карна часто могли вырезать прямо на бегу целые семьи Рексов. Поскольку в режиме выживания было доступно всего два динозавра, то он не пользовался популярностью, и игроки в основном предпочитали режим прогрессии. Также в этот период разработчики озаботились добавлением ботов на карту. Пока игра понемногу пилилась, разработчики выкладывали много концепт-артов и делились идеями о том, что они хотят сделать в итоге. Люди. Первое вторжение. Январь 2018 года. Более двух лет динозавры правили островом, борясь за выживание между хищниками и травоядными. Но с самого начала существования игроки, многие игроки ждали фракции людей. И они внезапно появились. Люди делились на две фракции. Наемники и индейцы. Первые не имели атак, оружия и возможности для крафта. А у вторых был лук и факел. Поскольку для людей не было подготовлено ничего для того, чтобы создать интересный геймплей, в скором времени они были вырезаны из игры. Неинтересный факт. Ведущий программист Мэтт Кэсселс вскоре ушел из команды из-за внутренних разногласий по поводу направления проекта и стал разработчиком Path of Titans вместе с дизайнером скинов и карт Джиги. Поскольку игра сильно изменилась с момента релиза, то страница игры в Стиме была обновлена и культовый гиперрекс, ассоциировавшийся с игрой, был заменен на Ютараптора, стоящего на автомобиле. Ответственная задача съемок нового трейлера. Была поручена комьюнити и в качестве мотивации заявлен приз в 500 долларов автором самого классного трейлера игры. В итоге конкурс выиграл этот трейлер и страницу в магазине в Стиме сейчас занимает именно он. Май 2018 года. Эпоха реформации. Пик игроков составлял 2156 человек, средний онлайн 1000 игроков. В команду было набрано много новых людей и прошло немало времени, пока они освоились с кодом, чтобы выпустить мега-патч для The Isle, который значительно изменил игровой процесс и повысил качество игры в целом. Вливание в экосистему таких травоядных животных, как паразавр, трицератопс и големим с новой моделью, изменило остров, унылые пейзажи режима выживания, где до этого были только хищники, заиграло новыми красками. Затем выживанием был добавлен гиганотозавр совершенно новыми моделями всех стадий роста. Этот апекс бросил вызов тернозаврам, которые доминировали на острове с первых дней выживания и сверках. Отныне по карте бродили мега-паки гиг, уничтожавших все на своем пути. Мега-паки тернозавров практически перестали существовать в то время, как корнотавры и юторапторы стали опасностью номер один для любого юного динозавра, играющего без защиты родителей. Другие изменения включали новые модели всех стадий роста трайка, големимуса и ютораптора, что добавляло разнообразия и реализма. Вместе с тем, игра перестала поддерживать моды, поскольку покинувший проект ведущий программист не передал необходимую документацию. Кроме того, в игру была добавлена погода. Впервые в лесах острова в те дни пошел дождь. Теперь молодые особи могли пройти большое расстояние в поисках пищи, не беспокоясь об обезвоживании, поскольку дождь замедлял жажду. Также в этот период была создана карта Тэньява, а карта В3 серьезно переработана. Со временем в режиме выживания появилось много новых динозавров. Аллозавр получил новую модель и мгновенно стал хитом. Большие стаи алла бродили по местности в поисках добычи, которую можно было убить, а это они умели. Гилофазавр и циратозавр при добавлении в выживание получили хорошие бафы, что значительно повысило их выживаемость. Затем были добавлены майозавры, дриозавры, призванные послужить хищникам-кормом и заполнить пустующие ниши в экосистеме острова. Новые механики, такие как новый нюх и ночное зрение, сделали игру еще более захватывающей. Долгое время в игре можно было выбрать только один из двух скинов для каждого вида самки и самца. Но теперь с появлением системы скинов игроки могли выбирать цвета для своих динозавров. Это было долгожданным нововведением, позволяющим персонализировать своих динозавров и сделать им яркую или маскирующую шкуру. Также были обновлены модели пахицефалозавра и зухамима. Они получили бафы и стали успешными живчиками. Новый мускулистый пахи был сильным и подвижным, способным обогнать аллозавра своего главного противника. Наряду с новыми моделями и скинами сообществу была предоставлена новая и обновленная карта V3 с большой речной системой и густыми лесами. Хотя из-за своего размера V3 была не так популярна, как небольшая тэньява, на ней было больше интересных мест. Вдохновленные такими глобальными изменениями игроки вернулись посмотреть, что же случилось в The Isle, и пиковая онлайн игры в этот период добрался до рекордных 5000 игроков. В игре были вещи, которые вводились, а затем удалялись. Слишком быстрое их добавление, без предварительно построенного для них фундамента, давало больше багов и крашей, чем нового игрового опыта. Люди, которые изначально писали код для игры и в дальнейшем ушли из команды, оставив после себя код, сильно ограничивающий возможности баланса боевки и добавления новых, более сложных механик. Поскольку команда разработчиков к этому времени обновилась, то было решено провести рекорд, чтобы затем добавлять более сложные взаимодействия. Эта новая версия игры получила название Evryma. В итоге, после выхода последнего патча в апреле 2019 года, больше года не было обновлений. В тот период разработчики время от времени демонстрировали новые анимации или модели, а также отвечали на вопросы комьюнити о том, каким путем пойдет игра. Без обновлений в игре ничего не изменилось. Игроки по-прежнему играли, как и всегда, собираясь в большие мегапаки, косеры совершали преступления средь бела дня, а случайно игроки за всех сил старались выжить в этом жестоком мире. Средней онлайн игры в этот период было около 4000 человек, что позволило расцвести сервера. Среди администраторов частных серверов стало очень популярным продавать динозавров, которых не было в выживании, за реальные деньги. Но в декабре 2019 года вышел тизер-трейлер под названием «Надежда», и ожидания игроков возросли. В трейлере были показаны такие вещи, как рыбалка, половой деморфизм, новые модели динозавров и карта с джунглями и пляжами. Позже на одном из стримов глава команды разработки упомянул, что, возможно, у вас будет очень приятный день Святого Валентина, чем вызвал лавину предположений о выходе нового патча в феврале 2020 года. Хотя официальную дату никто не оглашал, так что это было равносильно тому, как если бы Донди сказал «Вас ждет шикарный Новый год», и все восприняли бы это как дату релиза. Как бы там ни было, но когда патч не вышел в феврале, то волна хейта в адрес разработчиков была такой огромной, что ее отголоски можно услышать до сих пор. Но вместе с тем, процесс разработки отныне стал освещаться как никогда ранее, подробно. Команда стала делиться деф-блогами и планами. Впервые была показана публичная дорожная карта разработки. Сообществу постоянно демонстрировали новые модели и анимации. В этот период произошло расширение штата команды, что положительно повлияло на производительность разработчиков. Эпоха Эвриме, 2020 год. Новый The Isle вышел 20 июня 2020 года, и после сочного трейлера «Надежда» The Hope разочаровал игроков тем, что в нем было выживание всего лишь за один из двух видов – Ютораптора и Тенонтазавра. Даже смены времени суток не было, а рыбалка, половой деморфизм и прочие ништяки обещались позднее. Забавно, но разработка игры сделала очередную спираль, повторив историю с сведением режима выживания, в котором изначально также было доступно для игры два динозавра. За пять месяцев работы на новой версии игры разработчики чуть улучшили оптимизацию, избавились от старых багов, добавили новые баги. Общее число играбельных динозавров достигло шести, и каждый из которых обладал уникальными способностями, чего не было никогда ранее. Теперь Тенонта и Юта владели новыми типами ударов, смогли опрокидывать врагов, Юта получил свой фирменный наскок и получил возможность резко развернуться и одновременно нанести урон. Стегозавр смог насаживать неосторожных хищников на шипы своего хвоста или кусать клювом. Карна смог сбивать с ног своих жертв при беге, гипсе плеваться ослепляющим ядом и отлично прыгать. Дриозавр получил способность уклонения. Было обновлено кровотечение, нюх, следы и связанные с этим механики, например, увеличенное число частиц запаха от большого количества динозавров в одном месте. Для травоядных была добавлена механика пастись. Для всех добавлена механика валяния в грязи, шрамы, чаты и система групп с ограничением числа членов зависимости от вида уменьшением урона по членам группы, перетаскивание трупов, отрывание и перенос кусков мяса. Механика рвоты, сон с таймером выхода с сервера, бот Дриозавр, смена времени суток на карте и другие вещи. А что было дальше? А это уже будет совсем другая история. Если у вас есть что добавить, что вспомнить, что было творилось в те времена, обязательно пишите комментарии. И жми пальчик. Обязательно нажми пальчик. Мне будет приятно. Поставь колокольчик и подпишись на канал прямо сейчас. Всем хорошего выживания в The Isle.